Здравствуйте! Сегодня понедельник, 27 июня. В эфире новости от MaxiMarkets. Историческое решение о выходе Великобритании из ЕС, принятое на всенародном референдуме в прошлый четверг, не могло не отразиться на курсе единой европейской валюты. Осторожный оптимизм сменился резким обвалом пары евро-доллар, начавшимся после обнародования предварительных результатов по части округов, показавших перевес сторонников выхода из Евросоюза. Обвал евро, продолжавшийся несколько часов и составивший более 500 пунктов до минимальных значений пятницы, предоставил уникальную возможность для получения сверхприбыли для большого числа трейдеров. Достигнув минимальных значений с марта этого года на отметке 1,0910, участники торгов начали массово закрывать прибыльные позиции, вызвав тем самым мощнейший откат до отметок 1,1188. Публикация индексов экономических ожиданий делового климата Германии, показавших результаты лучших прогнозов многих аналитиков, остались незамеченными рынком на фоне глобальных потрясений. Значительные экономические потери, которые, как предполагается, понесет вся зона евро, продолжат оказывать давление на единую валюту на ближайшей торговой сессии. Мы предполагаем снижение пары до отметок 1,1090, 1,1040 и, возможно, 1,0970. При возникновении коррекционного роста сопротивлениями послужат уровни 1,1190, 1,1260 и 1,13. Референдум о выходе Великобритании из ЕС, как и предполагалось, вызвал крайне резкие колебания курса фунта стерлингов на торгах в пятницу. Первые данные по результатам голосования в ряде округов, показавшие легкий перевес сторонников евроинтеграции, привели к росту пары фунт-доллар до отметки 1,5015. Однако дальнейший подсчет голосов склонил чашу весов в сторону сторонников разрыва отношений с Евросоюзом, что привело к резкому обвалу котировок более чем на 1700 пунктов. Падение продолжалось на протяжении нескольких часов, практически не встречая сопротивления со стороны покупателей, и закончилось снижением британской валюты к уровню многолетних минимумов. Негативные экономические последствия выхода Великобритании из Евросоюза резко повышают вероятность снижения процентной ставки до нулевых значений, что является дополнительным фактором давления. Заявление британского премьера об отставке добавляет политическую нестабильность в общую непростую картину, сложившуюся на рынках. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее давление продавцов на позиции покупателей и продолжение нисходящей тенденции до отметок 1,36, 1,3520, 1,3440. Сопротивления продавцов расположились на уровнях 1,3850, 1,3900 и 1,3970. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Цены на золото на торгах в пятницу взлетели до многолетних максимумов на фоне обвала фондовых рынков, вызванного результатами голосования по выходу Великобритании из Евросоюза. Окончательные данные потрясли участников торгов и заставили многих инвесторов переводить значительную часть активов в золото. Негативные последствия для мировой экономики и увеличение среднесрочных рисков привели к повышению спроса на инструменты убежища, одним из которых традиционно является золото. Покупателям удалось уверенно закрепиться выше психологической отметки 1300, а предпринятые продавцами попытки переломить ход торгов не увенчались успехом. Дополнительным драйвером роста котировок является снижение вероятности скорого повышения процентной ставки в США, очередное решение по которой будет приниматься в следующем месяце. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем дальнейший рост цен до уровней 1328, 1334 и 1343 доллара. Поддержками послужат отметки 1312, 1303 и 1293 доллара. Мы стараемся быть лучшими для вас в прямом эфире 5 дней в неделю, 52 недели в году. И сейчас ваша очередь сообщить нам ваше мнение о нашей работе. Поставьте лайк под видео, поделитесь с друзьями в социальных сетях, напишите комментарии. Мы хотим знать, что наша работа приносит вам реальную пользу. Как и ожидалось, решение Великобритании о выходе из ЕС привело к обвалу нефтяных котировок. Инвесторы выводят средства из рискованных активов, что приводит к снижению цен на большинство сырьевых товаров. Британские события не привели к изменениям спроса и предложений на рынке нефти, но укрепления американской валюты вызвали резкое снижение цен. Отчет о снижении количества буровых установок в США не изменил ситуацию, и покупатели явно теряют инициативу, не находя новых драйверов роста. Неоднократные попытки закрепиться выше отметки 50 долларов за баррель так и не принесли результата, а восходящая тенденция подходит к концу. Мы предполагаем дальнейшее снижение цен на сегодняшних торгах до отметки 47 долларов. При пробое данного уровня следующими целями послужат отметки 46,70 и 46,00 ровно. Сопротивления расположились на уровнях 48,10, 48,40 и 48,90. Обратите внимание, вечером в 20.00 по Москве состоится выступление главы Европейского центробанка Марио Драги. На фоне выхода Великобритании из состава ЕС речь Драги может повлиять на состояние рынка, вызвать повышенную волатильность евро, расширяя тем самым перспективы заработка. Будьте в курсе событий, открывайте сделки и зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркет теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Продолжение следует...